Ну что, завершается наша поездочка, отпуск наш семилетний, один раз за 7 лет имел. Да, на такой приятной ноте, омской. Папа тут сбегал у нас. Да, сейчас будем обедать, а мы проголодались. Ну что, вы любите суши? Да, очень. Да, тем более я лечь еще не пробовал. Не пробовал, но сейчас всего пробую. Тем более, он еще не пробовал. Только люблю тех, которые не щипят. Не щипят. Ага, ну ладно. Не жгутных, не щипят. Ну что, подходит наше путешествие к концу. Мы поужинали и готовы уже лечь спать. Мы очень рано приезжаем. И поэтому хотелось бы сказать пару слов, немного, о нашем впечатлении об этой поездке. Вот, наверное, это больше как такое предложение для Белозерова Олега Валентиновича и для Пегова Дмитрия Владимировича. Что бы я как человек, я как клиент, что бы я сделал? Мы такие небольшие блогеры. И вот с интернетом, конечно, очень плохо по всей территории. По всему пути следования. Получается, связь есть только на больших станциях. Поэтому у меня предложение. Наверное, вы об этом задумывались, а может быть и нет, я не знаю. Я думаю, что для всех людей было это очень удобно. Я технических в этих вопросах не очень осведомлен. Но я думаю, все как-то это можно сделать. Где-то на поезде, на вагонах, я не знаю, поставить один приемник, тарелку, какую-то связь с интернетом. Пускай это спутниковая будет. И пускай это, не знаю, если это дорого. Да это все отобьется, там, по 100 рублей на билет добавлять, например. И принимая сигнал, сигнал раздается по Wi-Fi или как-то по всем вагонам. То есть вот я сел в поезд, все, там где-то написано Wi-Fi, такой подключился, там, пароль. Все, и у меня есть Wi-Fi, я всю дорогу, там, я не знаю, смотрю, что-то скачиваю, закачиваю. Потому что, например, ну, было очень тяжело выставлять ролики, закачивать их, значит, в интернет. Поэтому приходилось ждать какие-то большие станции. Бывает, закачиваешь, закачиваешь. Он стоял на станции, поезд встроился, пошел, чуть-чуть осталось, бах, все оборвалось, и все, и ничего опять не загрузилось. Поэтому, ну, это как предложение, может быть, уже кто-то об этом задумался. Я не видел новые вагоны, я только читал об них новости. Вагоны, в которых, в плацкартных вагонах есть вот такие шторки, это очень прекрасно, я думаю, вообще здорово. Говорят, места там увеличили на сколько-то процентов. Возможно, что все к этому идет, и возможно, что вот эта модель, то, что мы увидели, это не окончательно, это, может, переходная какая-то. Поэтому, ну, просто я поделился своим мнением, как факт в предыдущем видео, что вот, ну, нам как-то это не очень понравилось. Вот, это один момент. И, например, кто отвечает за эти вагоны, вот здесь очень хорошо зарядки, USB снизу, точнее, две сверху. Снизу нету, снизу вот одна розетка такая. Ну, может быть, розетка, может быть, не знаю, для ноутбука, наверное, да, может быть, там кто-то поставил как-то, чтобы смотреть. Может быть, это есть. Ну, не знаю, может, как-то как минимум две сделать. А еще бы сделать такое, что вот, например, здесь колоночки есть. И вот, может быть, мы все едим в купе своей компании, ну, либо разной компании, ну, там договорились. У меня есть флешка. Я флешку втыкнул, либо я слушаю, значит, вот на своем месте наушники. Вон там есть значок наушники один там, вот. Либо, значит, как-то там на дисплейчике настроил, чтобы звук на колоночке по, вот, в нашем купе играл. Было бы тоже очень здорово. То есть не надо там какой-то интернет, например, если у вас его нету, значит, как-то делать. Вот, а, например, у меня есть своя музыка. Ну, чтобы было как-то интереснее, комфортнее проводить время провождения, в общем, дороги. Смотришь в окошечко, играет музыка, эмоции, там все это запоминается. В общем, очень здорово. Поэтому вот такие наши небольшие замечания. В общем и целом все было хорошо. Вот, слава богу, поезд нас вез, мы смотрели в окошко. В общем, отдыхали, спали. Так что наше путешествие подходит к концу. И всем, кто был с нами, всем, кто нас поддерживал, мы выражаем высокую благодарность. Тех, кто еще не знает нас, приглашаем в наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Давайте быть друзьями, кто наши уже друзья. Давайте и дружить дальше. На этом, как бы, наша деятельность не заканчивается. Живем дальше. У нас впереди очень много планов интересных. Так что всем мира, любви и добра. И всего доброго.